17 лет прошло с момента гибели Алексея Бушуева. Выпускник школы по долгу службы остался после армии на территории Российской Федерации и был направлен в Чеченскую Республику, где и погиб при выполнении боевой задачи. Здесь присутствуют дети, учащиеся в этой школе. Я уверен, что если бы им пришлось участвовать в таких событиях, они тоже показали себя не хуже нашего. Дай Бог, чтобы они не участвовали в таких событиях. Дай Бог, чтобы на Лигу, на Лаву, было чистое небо. Такое понятие, как боевой приказ. Приказ был ему выполнять интернациональный долг на территории Дагестана. И он выполнил этот приказ с честью, не нарушив требования военной присяги, требования советских или российских в то время уже законов, проявляя мужество, героизм и отвалу. На мероприятие собрались неравнодушные люди, которые лично знали Алексея и те, кто хотел бы, чтобы память о войне, о подвиге нашего земляка и современника осталась в сердцах дончан. И участие учащихся, участие нас, афганцев, в этом мероприятии, независимо от того, что сегодня рабочий день, это еще доказывает то, что мы еще раз говорим по словам, нет войны, чтобы ее не было. Классный руководитель Алексея Бушуева, вспоминая о нем, говорила, что мальчик был самым простым, скромным, немного даже застенчивым, с открытой душой и чистой совестью. Когда он пришел в наш класс, достаточно было одной перемены и одного урока. И когда я пришла потом узнать, как там складываются взаимоотношения, я сразу поняла, что это свой парень. Он стал сразу своим уважаемым и очень верным товарищем. С ним можно идти в разведку. И Леша доказал, да, он был верным товарищем. И в самые трудные минуты он погиб вместе с товарищами, с боевыми товарищами. На торжественном открытии мемориальной доски присутствовали воины-ветераны Афганистана, родители погибшего, его одноклассники. По словам сестры погибшего Светланы Бушуевой, воинский путь ее брат начал с 18 лет. После окончания высшего военного саперного Тюменского училища он был за хорошую учебу приглашен в дивизию Дзержинского особого назначения. Потом, как и все военнослужащие, командировал в Чечню по приказу. Есть такая работа – защищать родину. Он эту работу выбрал – быть военным, защищать свою отчизну. И остался верен ей до конца. Кира Думская, Александр Пугачев, первый муниципальный.